Почему дорожает доллар, объяснили сегодня на казахстанской фондовой бирже. И традиционный экономический обзор дня от Саби Байбусинова, он в студии. Тебе слово, Саби. Спасибо, Марат. Добрый вечер. Через несколько секунд расскажу не только о ситуации на валютном рынке, но также о том, сколько старых машин сдали казахстанцы на утилизацию. Но сначала о том, в какой стране хотят ввести налог на выездной туризм. Россия может стать страной, где будет введен налог на выездной туризм. О необходимости такого сбора заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской области, пишет Лен Тару. По его предложению налог должны платить выезжающие на отдых за границу по путевкам россияне, а размер сбора будет определяться в зависимости от страны, куда поедет турист. Но эта сумма не должна превышать 100 рублей, это чуть больше 500 тенгец человека за сутки пребывания. Такое предложение депутата связано со снижением популярности российских курортах у россиян. По итогам сегодняшних торгов на казахстанской фондовой бирже, среднезвешенный курс доллара США составил 328 тенге 52 тенге. В целом же национальная валюта сейчас живет в новом коридоре 318-328 тенге. Говорить о том, что тенге выйдет за его пределы, оснований нет, заявили сегодня в руководстве Кассе. Хотя топ-менеджмент биржи не исключает, что ситуация с тенге некоторое время может оставаться напряженной, в основном из-за новой экономической стратегии США, которая укрепляет доллар. Другим фактором эксперты называют неоднозначную оценку трейдерами дальнейшего потенциала соглашений ОПЕК-плюс по сокращению добычи нефти. Если в первом квартале 2017 года этот тренд только намечался, то по итогам полугодия можно уже говорить о нем как о выраженной тенденции. То есть нефть, видите, снижается, а вот курс тенге к доллару гораздо больше коррелирует с курсом рубля к тенге. Под влиянием котировок рубля и нефти курс тенге к доллару покинул в середине июля горизонтальный коридор 310-318. Минэнерго Казахстана выделила квоту на утилизацию более 23 тысяч автомобилей по скидочным сертификатам. За первые 10 дней машины сдали 32 владельца. Теперь все они смогут со скидкой приобрести транспортные средства отечественного производства. Дискаунт может составить от 315 до 650 тысяч тенге. Всего же с начала кампании казахстанцы сдали в утиль более 26 тысяч авто. Размер выплаченной компенсации составил 3 миллиарда 900 миллионов тенге. В скором времени в Казахстане откроют завод, где можно будет перерабатывать автохлам. Первый этап строительства был завершен в конце июня. Мощность завода 50 тысяч автомобилей в год. В Казахстане будет больше студентов-стипензиантов. В будущем учебном году выросло число образовательных грантов, пишет Казинформ. Госзаказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием увеличился впервые за последние пять лет. Так, в 2017-2018 учебном году для поступления на бакалавриат выделено почти 38 тысяч бюджетных мест. Магистратуру – 10 тысяч, PHD-докторантуру – 1285. Добавлю, что большая часть государственных образовательных грантов приходится на педагогические, технические и социальные специальности. Счастливые обладачили стипендии станут известны во второй половине июля. Марат, такие новости у меня на сегодня. Продолжай эфир. Спасибо, Соби. А мы продолжим.